В чем состоит секрет долголетия? Тема, над которой многие ученые ломают головы. В своих научных наблюдениях в статьях ученые заявляют, что секрет долгих лет жизни зависит от правильного питания, свежего воздуха и здорового образа жизни. Но с другой стороны, известно, что многие старики, чей возраст превышает 100 лет, никогда не придерживались строгих правил. А также немаловажным фактором является территория. Обычно долгожителями становились люди, которые жили в горных местностях. Долгожительницы живут и в нашем районе. Чтобы познакомиться с ними и рассказать об их жизни, наша съемочная группа побывала в селе Хиацха. Наргиза Гулордава родилась в Зугдитском районе в селе Одыщи. Трудности в ее жизни начались с самого раннего возраста. Потеряв рано мать, а после Великой Отечественной войны и отца, она осталась одна с братом и сестрой. Сирота воспитала тетя. С самого детства, вместо того, чтобы играть со своими сверстниками, она трудилась, не покладая рук. В 16 лет вышла замуж за Амара Аблотия. Их союз был прочным. С мужем работали на чайной фабрике, имели троих детей. Со временем сумели подняться на ноги, жизнь начинала налаживаться. Но когда началась Отечественная война народа Абхазии, случилось самое страшное. Война забрала у них самое дорогое – сына. А после его смерти ушла из жизни супруга погибшего. Также, как и многие жители Абхазии, их семья осталась без крова. Несмотря на то, что в ее жизни было мало светлых дней, она нашла в себе силы жить дальше и радоваться счастью своих детей. Впоследствии дочка вышла замуж, а сын женился. Супруг, к сожалению, не дожил до глубокой старости. Наргиза Глордава является бабушкой и прабабушкой. Долгое время она жила одна, но внук уговорил ее и привез к себе. В семье Бадри Аблотия ее любят, уважают и заботятся о ней. Только к глубокой старости она смогла найти покой и уют рядом с родными людьми. Наша вторая героиня Кулбая Нателла родилась в селе Хиацха. В семье их было четверо – три девочки и один мальчик. Мать воспитала их одна. Младшей сестре было шесть месяцев, когда погиб их отец. Также, как наша первая героиня, она здесь сотрудилась и помогала маме. В 18 лет вышла замуж за односельчанина Амирана Джованидзе. В браке были счастливы, став родителями шестерых детей – четырех девочек и двух мальчиков, которым, помимо любви и заботы, смогли дать высшее образование. На вопрос о самых счастливых моментах жизни она ответила, что была счастлива, когда работала бригадиром на фабрике по производству и сбору чая, разводила шелкопряд и дважды была избрана районным депутатом. На здоровье нашей героине не жалуются, разве что с возрастом немного подвел слух. На вопрос, в чем секрет ее долголетия, она, шутя, ответила, что все время жила в селе и питалась только натуральной пищей, а также много работала. Нателла по сей день пользуется большим уважением у соседей. Многие говорят о ней с восторгом, отмечая ее труд и гостеприимство. Сейчас наша долгожительница живет со своей незамужней дочкой. Сельским хозяйством по мере возможностей занимается сама. История жизни долгожительниц значительно отличается друг от друга. У первой героини глаза наполнены болью из-за череды потерь, которые она перенесла. У второй глаза наполнены счастьем и с ее лица нисходит улыбка. Обе долгожительницы родились в 1918 году и на своем веку повидали многое. Сегодня обе долгожительницы находятся в добром здравии, окружены заботой и любовью родных и близких людей. А это самое главное. Нам только остается пожелать старожилам крепкого здравия и мира.